Продолжение следует... Уже пошли обращения. Скоро на нас двинется целая лавина пациентов, обращающихся с присасыванием клещей. Поэтому, в общем-то, тема была избрана в этом цикле вебинаров скорее не лечения, а так напомнить о профилактике о том, что мы можем вообще сделать против клещевых инфекций. Ну, собственно, проблема, она остается актуальной ежегодно, так как клещевые инфекции, да, они входят в группу природно-очаговых. Конечно, пока у нас клещи живы на территории нашей замечательной страны, проблемы будут оставаться. И масштаб проблемы достаточно велик. Ежегодно это около полумиллиона обращений по поводу присасывания клещей в учреждениях Роспотребнадзора и лечебно-профилактические учреждения. В Москве, среди жителей Москвы регистрируется ежегодно порядка где-то 15-16 тысяч обращений в среднем, в зависимости, конечно, от конкретного года, потому как обращаемость, ну, во-первых, обращаемость, да, она непостоянная. Например, там, за время ковида, да, она могла быть чуть ниже. Конечно же, нужна, чтобы люди обращались, да, осведомленность населения и в перспективе будут расти, да, случаи обращений. Ну, также еще важны климатические условия, потому как клещи активны при определенных температурах. Чем холоднее выдался сезон, тем меньше будет присасывания. Перед тем, как, вернее, даже, знаете, не перед тем, как, а профилактические мероприятия делятся, да, на неспецифические и специфические. И начиная разговор о профилактике клещевых инфекций, конечно, стоит начать с неспецифической профилактики, то есть, хорошо, когда клещ не присосался в принципе. Чтобы этого не произошло, есть много рекомендаций, вы прекрасно их знаете, это одежда с рукавами, это заправлять верхнюю часть одежды в штаны, штаны в носки, носить головной убор, передвигаться вдали от прям таких зарослей, от кустарников, от высокой травы, желательно по тропинкам, носить светлую одежду во время каких-либо прогулок на природе, устраивать самые взаимоосмотры. Кроме этого, конечно, у нас есть и другие средства профилактики дополнительные, да, есть акрицидные средства, это препараты, которые клещей убивают, наносятся они только на одежду, потому как они токсичны как для клещей, так и для нас. В основном это, конечно, перметрины, другие перитроиды, выпускаются в самых разных формах, удобных для нанесения на одежду, и действуют они где-то до двух недель, то есть их нужно наносить с определенной периодичностью. Есть вещества-репелленты, они отпугивают клещей, соответственно, они могут наноситься и на одежду, и на кожу, они более безопасны для человека. Есть множество различных репеллентов, основные используемые на территории России, это, конечно, диэтилтолуамид, один из первых, да, и такой самый основной, самый популярный, и недавно появившийся пикоридин и АР-3535. Опять же, есть много форм, удобных для нанесения как на одежду, так и на кожу. Следует учитывать, что у репеллентов очень короткий период действия, это в среднем, в зависимости от вещества, конечно, но в среднем это 2-6 часов примерно, от 2 до 6. И, собственно, вот в контексте профилактики у детей, да, корыш, мы заговорили о том, что на кожу можно наносить, следует помнить, что, да, репелленты, они разрешены с возраста примерно 2 месяцев, однако каждый производитель делает растворы с разной концентрацией, поэтому всегда необходимо смотреть на инструкцию по применению, то есть раствор может быть концентрирован слишком сильно, да, для детей до года, и применять его, например, с года или с трех. Вот, соответственно, можно и детям до года, но всегда обращать внимание на инструкцию. И детям, конечно, не следует наносить репелленты на кожу, кистей и лица, да, потому что руки облизываются, лицо, в общем-то, тоже попытки облизать есть, не стоит. Кроме этого, есть, конечно же, одежда специальная уже, ну, не так редко встречается, ее можно найти достаточно свободно. Собственно, противоклещевой костюм, да, его такие основные функциональные узлы, то есть выглядеть это может по-разному, однако, это должен быть светлый окрас ткани, ткань, как правило, уже базово пропитана акарицидами либо репеллентами, и, собственно, вы понимаете, да, что акарициды нужно будет наносить дополнительно через, там, две недели от активной носки, начала активной носки, соответственно, должны быть манжеты на руках, на рукавах и на штанинах, и складки-ловушки, они на слайде, да, вот по талии складка-ловушка, на штанах складка-ловушка и на рукавах. Соответственно, клещ заползает туда, очень многие производители делают внутри вот этих складок как раз-таки акарицидную пропитку, то есть клещ заползает и погибает, и потом его можно достаточно удобно вытряхнуть. Есть и другие рекомендации такие более житейские, ну, как сказать, более, допустим, не у каждого, конечно, есть, как первые рекомендации, да, горячая сушка, но если есть, это очень хороший метод обработки одежды, потому что могут в складках одежды клещи, конечно, домой к нам приноситься. И рекомендация простая, вместе с тем достаточно эффективная, это сразу после какого-либо выхода на природу пойти в душ, просто не дожидаясь ничего, не общаясь, не попив чая, не там погладив собачку, не приготовив обед, а вот сразу, как только пришли, снять с себя одежду, пойти в душ. Выполняются три элемента, это самоосмотр во время помывки, если клещ сейчас ползет и еще не присосался, соответственно, он будет смыт, и то, что мы перед душем вообще сразу снимаем одежду, мы просто уменьшаем свою экспозицию в одежде с возможными клещами. Так что рекомендация простая, но вместе с тем достаточно действенная. И переходя уже к специфической профилактике, профилактические мероприятия, разработанные против четырех инфекций среди достаточно большого спектра клещевых, это, соответственно, лихорадка КУ, тулеремия, вирусная клещевая энцефалита и ксодовый клещевой боррелиоз. При этом для лихорадки КУ и тулеремии есть только иммунизация активная, то есть это вакцинация против клещевого вирусного энцефалита. Есть как вакцинация, так и пассивная иммунизация, то есть введение иммуноглобулина. И сценарий его использования, это как доэкспозиционно, то есть до присасывания клеща, так и непосредственно после. То есть это постконтактная профилактика. При этом для боррелиоза существует пока что только постконтактная химиопрофилактика. Вакцина, конечно, разрабатывалась против боррелиоза, но как-то коммерческого успеха она не получила. Сейчас проводится множество исследований кандидатов вакцин против иксодового клещевого боррелиоза, но от рынка они, конечно, пока далеки, так что у нас есть только постконтактная профилактика. Так как есть постэкспозиционные мероприятия в отношении вируса клещевого энцефалита и боррелиоза, а клещи, они не всегда заражены в 100% случаев, далеко не всегда, конечно, очень хорошей практикой всегда является исследование присосавшегося клеща. Это, в общем-то, ну, я бы хотел, чтобы это стало такой нормой жизни. Понятно, что клещи присасываются часто, особенно те, кто проводит, в принципе, лето на дачных участках, да, в деревне, но это даёт очень много информации для врача с точки зрения тактики постэкспозиционной профилактики. Поэтому всегда, знаете, как врачу, мне всегда, конечно, в разы спокойнее, да, работать с пациентом, который пришёл с результатами исследования клеща. Это разъясняет очень многие моменты, потому что если клещ не исследован, то в голове у доктора, как правило, слишком много переменных надо держать. Собственно, есть достаточно много сценариев исследовать клеща, да, есть государственные учреждения по Москве и Московской области, представленные на слайде, есть, безусловно, там и частные лаборатории. Ну, то есть здесь можно пациента сориентировать, где ему будет удобнее и экономически выгоднее, в общем-то, выбор большой. Но главное стараться всегда их направлять на исследование. Клещевой энцефалит, но переходим, да, к нозологиям уже, профилактицируемым. Это природно-очаговая трансмиссивная вирусная инфекция, в которой возможны не только трансмиссивные, но и алиментарные и контактные пути передачи. В основном, конечно же, клещевой энцефалит проявляется в виде некого гриппоподобного синдрома, да, то есть лихорадки и интоксикации. Однако, ну, не то, что возможно, в зависимости от штамма, да, с запада на восток, с усилением, возможно, поражение центральной нервной системы и в том числе с тяжелыми последствиями. Собственно, ну, почему от запада на восток? Потому что возбудитель, да, это вирус, который делится на 5 субтипов. Три из них вы прекрасно знаете, два были секвенированы не так давно и отнесены, да, к действительно отдельным патогенным штаммам вируса. Собственно, субтипы есть европейский, сибирский и дальневосточный. И если у европейского действительно в подавляющем большинстве, там, в 90% всех симптомных случаев это только гриппоподобный синдром, то для дальневосточного уже примерно в половине случаев симптомных встречается поражение нервной системы. То есть, ну, для нашей страны это действительно такая болезненная тема, да, она достойна освещения, достойна профилактики, потому что, ну, европейцы, они как бы много чего не делают в отношении клещевого энцефалита. Ну, в общем и целом, потому что у них действительно нет в этом какой-то строго экономической популяционной нужды. У них действительно субтип, ну, он такой относительно там сибирского и дальневосточного субтипов, он легкий. Вот, но у нас, где распространён повсеместно сибирский и существует на достаточно большом ареале дальневосточный, профилактические мероприятия лучше, конечно, проводить, лучше как можно активнее это делать, потому как это, ну, действительно серьёзное заболевание для нашей страны. Резервуаром клещевого энцефалита служат мелкие грызуны, соответственно, клещи от них приобретают вирус. Для нас основным механизмом становится трансмиссивный через присасывание клеща, однако, напоминаю, что есть также возможность элементарного. Если клещ укусит, например, козочку, козочка даст молоко, в молоке будет вирус. Мы попьём молоко и приобретём клещевой энцефалит. Также контактный и воздушно-капельный. Контактный реализуется, как правило, при раздавливании клеща. Вот почему. Всегда есть, да, рекомендация при снятии не брать его голыми руками, не сильно не тянуть, ну, чтобы не раздавить. Потому что, кроме, да, клещевого энцефалита ещё реки, эти все могут передаваться контактно. Вот. И воздушно-капельный, если вдруг произошёл, в принципе, раздавливание, да, с той силой, что образовался аэрозоль. Инкубационный период для клещевого энцефалита, как правило, укладывается в месяц. При трансмиссивном пути в среднем инкубационном – это 7-14 дней от 5 до 25. И резко короче при алиментарном, да, 2-3 дня. Распространён, как я говорил, клещевой энцефалит на территории Евразии, на территории преимущественно Восточной Европы. И в России это некий пояс от Санкт-Петербурга, вот северо-западной части России, до Красноярска, наибольшей заболеваемости, с продолжением до Дальнего Востока, вплоть до Владивостока. Заболеваемость, в общем-то, с активизацией, да, работы с населением по поводу вакцинации, она действительно начала снижаться. Вот здесь, на 2020-2021 год, вы видите, есть такое снижение заболеваемости. Ну, все сначала порадовались, да, но, конечно, это связано с ковидом, и это скорее не снижение, это недорегистрация, потому что в 2022 году, когда, ну, в общем-то, мы действительно уже немножко вернулись в нормальные русла, с точки зрения рутинной медицинской работы, количество случаев, оно осталось примерно тем же. Соответственно, это требует от нас некой агитационной работы среди пациентов, чтобы люди, выезжающие или проживающие на эндемичных территориях, конечно же, прививались. На территории Москвы остается эндемичным Дмитровские и Талдымские районы, на территории Московской области, извиняюсь. Список вы всегда можете посмотреть на сайте Роспотребнадзора, он обновляется с завидной периодичностью один-два раза в год, вернее, один раз в один-два года, простите. Заболеваемость в Москве, да, в свою очередь, она, конечно, ну, негероическая. Москва сама по себе, да, кроме этих двух районов, она не эндемична, и у нас в основном случаи завозные. В общем-то, по сравнению с Россией, да, я бы сказал, ничтожное количество. Профилактика специфическая, да, основана на, активная иммунизация основана на вакцинации. В настоящее время регистрационные удостоверения имеют три вакцины. Инцепур в настоящее время не имеет регистрационного удостоверения на территории России, соответственно, применяться не может. А так, это две вакцины отечественного производства, клещевака, инцевир, и штатовская вакцина ФСМИ-иммун. Я сразу скажу, это нам пригодится, привитым считается лицо, которое прошло полный курс вакцинации плюс одну или более, в зависимости от сроков, ревакцинации. Соответственно, график вакцинации, ну, знаете, как, если обобщать немножко, то, что вы видите, что у инцевира и клещевака, курс вакцинации первичный состоит из двух вакцин. Соответственно, у ФСМИ это три вакцины. Но, если так вот обратить внимание, да, что между ними различного, в принципе, на первом году должно быть введено три прививки. Вот в чем, да, главное правило вакцинации от клещевого и дальше один раз в три года. Но, соответственно, по правилам, да, кто считается привитым, непривитым, вот с точки зрения документации, конечно, инцевир и клещевак, они слегка выгоднее, потому что полный курс вакцинации и одна ревакцинация, они формально будут соблюдены уже как раз вот через год от начала вакцинации. Если мы говорим про ФСМИ-иммун, то полный курс вакцинации, он вот три введения и ревакцинация через три года. То есть человек будет считаться формально привитым только через три года. Ну и, к чести сказать, вот, наверное, мне как доктору очень приятно, да, когда я говорю о отечественных вакцинах, потому что, ну, они действительно, на мой взгляд, несколько лучше. Они не содержат антибиотиков-консервантов, они выполнены на штаммах более близких нам, да, потому что понятное дело, что там тот же ФСМИ, он выполнен на образцах восточноевропейского субтипа. Поэтому как-то не потеряли мы, вот, не потеряли с точки зрения активной иммунизации. Пассивная иммунизация проводится иммуноглобулином противоклещевым, так называемым, да, но формально иммуноглобулином человека против клещевого энцефалита, конечно. Делается это в двух режимах, доэкспозиционный, если вдруг Родина позвала вас там завтра на Алтай, вот так случилось. Соответственно, проводится за 24-48 часов до выезда в эндемичный регион, человек считается защищенным после введения до полугода. Если присасывание произошло, когда вы там защищали Родину на Алтае, там выполняли какие-нибудь геодезические работы, вот, и, ну, вот, не успели ни привиться, ни доэкспозиционного ввести, бывает, и присосался клещ в эндемичном регионе. Не позднее 96 часов по инструкции к применению после присасывания в эндемичном регионе можно провести такую профилактику. Однако, есть санитарные правила и нормы. Санитарные правила и нормы регламентируют не 96 часов, а 72, это необходимо учитывать. И санитарные правила и нормы, они налагают определенные ограничения показаниям. То есть, это не просто присасывание в эндемичном регионе, а у непривитых, получивших неполный курс перерывок или не имеющих документов о вакцинации. Таким вводят. Есть дополнительные критерии, возрастной. Взрослым дополнительно необходимо сдать клеща на анализ и обнаружить РНК или антиген вируса в клеще, и тогда мы вводим ему на глобулин. А у детей, естественно, ну, как-то дети же цветы жизни, у них такое не учитывают. То есть, у детей достаточно вот наличия, вернее, принадлежности к вот этой вот группе, да, непривитых или не имеющих сведений. Поэтому я вот лишний раз, да, подчеркну, что клеща лучше исследовать. То, что, например, для взрослых это определенный критерий профилактики. На территории Москвы постэкспозиционное введение вводят традиционно у взрослых инфекционная клиническая больница номер 2, у детей травмпункт филатской больницы, детской, телефоны указаны актуальные. Помните про это, направляйте своих пациентов. Лихорадка Ку – это природно-очаговые тоже занозные заболевания, и здесь, ну, не так просто, как с клещевым энцефалитом, да, путей передачи очень много. И основной, конечно, из них – это аэрозольные, да, остальные, ну, дополнительными считаются. Соответственно, клиника у лихорадки Ку основная – это лихорадка торпидной пневмонии, как правило, верхнедолевые, гепатиты, эндокардиты, и без лечения лихорадка Ку, она очень склонна к затяжному течению. Возбудителем является коксиэлабернетти, поэтому лихорадку Ку, да, еще называют коксиэллез. Собственно, это, ну, такой выходец из рикетии, граммо-отрицательный внутриклеточный микроорганизм, для которого характерна очень низкая инфицирующая доза. И, собственно, опять же, мы идем к тому, что не надо раздавливать клещей, брать их голыми руками, никогда не знаешь, что там. Собственно, резервуаром являются животные в сельском хозяйстве, это мелкий крупно-рогатый скот в дикой природе, как правило, это мелкие млекопитающие. Основной механизм, как говорил, да, это аэрогенный и дополнительный, вот как раз интересующий нас, возможно, трансмиссивный при присасывании клеща. Инкубационный период где-то от недели до двух, но привычные нам, там, от трех до тридцати дней. То есть, в принципе, за месяц эта ситуация как-либо себя проявит. Заболеваемость не очень великая, однако зависит от выявляемости, да, то, что в девятнадцатом году нашли вон сколько лихорадки, а в двадцатом, когда начался ковид, уже очень-очень мало. Вот, ну, более поздних данных, прошу прощения, коллеги, не сильно нашел. Ну, в общем, тут как бы и так за десятилетний период достаточно показательный. То есть, заболеваемость невелика, да, но, тем не менее, надо помнить про эту инфекцию. Вакцинация против лихорадки КУ существует и проводится она по эпидпоказаниям. Соответственно, подлежат люди, которые выполняют какие-то сельхозработы или работы в сфере животноводчества. И здесь есть разграничения. Если сфера животноводчества, то люди, выполняющие работы на территориях, где регистрируется заболевание лихорадкой КУ, а сельхозработы на территориях энзоотичных по лихорадке КУ. Ну, и, соответственно, сотрудники лаборатории, которые работают живыми культурами. Иммунизация проводится только иммунологически отрицательным пациентам. Соответственно, перед иммунизацией проводится анализ сферологической реакции на коксилиоз. К работе могут быть допущены, да, то есть, когда развивается иммунитет. Через месяц. И сохраняется иммунитет примерно год, но наивысшая напряженность, да, где-то на периоде полугода. Вакцина живая, отечественного производства. Собственно, содержит атонуированные штаммы. Может применяться с 14 лет. Ну, коль у нас, да, показания, да, это работники какой-либо сферы, то, в общем-то, пока что мотивации омолаживать возраст применения вакцины нет. Применяется она однократно, ну и, собственно, ревакцинируется пациента через год после повторного сирологического обследования. То есть, введение всегда отрицательным пациентам. Толеремия. Природно-очуговый занос. Также великое множество путепередачи проявляет столеремия в основном, да, это лихорадка и интоксикация и поражение, зависящее от механизма заражения. Потому как внедрение, да, первичное может произойти в разных локализациях, но, как правило, это всегда регионарный к месту внедрения лимфоденид, будет очень выраженный. То есть, например, да, там при внедрении там в нижних дыхательных путях будет чрезвычайно выраженный лимфоденид внутригрудных лимфоузлов. При там ульцероглондулярной форме, да, будет чрезвычайно выраженный регионарный к месту внедрения в слизистые рта лимфоденид. Ну и, конечно, толеремийный бубон, вам всем знакомый. Это тоже родственник реки Этсиф, Францисела Тюлеренсис, хорошо вам знакомый, на территории России из четырех биоваров наиболее распространены Галарктика и Медиазиатика. Соответственно, тоже, так как это, да, реки Тсиос, это низкая инфицирующая доза, поэтому не надо раздавливать клещей, мало ли. То есть, конечно, толеремия, да, она далеко не в каждом, это достаточно редкое событие, но не надо испытывать судьбу. Основной резервуар также это грызуные и зайцеобразные, собственно, от них, да, клещи получают инфекцию, и основной механизм передачи, вот, трансмиссивный, который нас интересует, с клещами. Инкубационный период толеремии от одного до двадцати одного дня, то есть за месяц эта ситуация, как правило, себя проявляет. Вот, распространенность наибольшая, это, конечно, северо-запад России и Омск, и окружающие его регионы. Но, тем не менее, лихорадка КУ, она достаточно так распространена на территории европейской части России, вот, и единичные случаи, да, регистрируются в Сибири, на Дальнем Востоке. Собственно, заболеваемость, она, конечно, носит спорадический характер, но, возможно, вспышечная, например, как было в 2013 году. Но количество ежегодных случаев, оно все-таки, вот, помимо вспышечной заболеваемости, оно невеликое. В Москве это единичные, как правило, завозные случаи. Также есть вакцина против толеремии. Вакцинация тоже проводится по эпид-показаниям, соответственно, но уже немножко шире спектр, да, так как это инфекция, требующая мероприятий по охране территории, собственно, относящаяся, да, к списку ООИ, подлежат вакцинации лица, проживающие на инзоотичных территориях и лица, выполняющие определенный спектр работ. Ну, и, собственно, в частности, да, сотрудники лаборатории, работающие с культурами. Спектр работ, вот, хитрая формулировка, связаны с реализацией механизмов передачи. То есть, это какие, да, а у нас механизмы передачи, они, в общем-то, разные. Аэрогенные, контактные, соответственно, и спектр работ достаточно широкий. То есть, сельхозработы, работы на почве, строительные, даже, вон, экспедиционные. Опять же, там, лесозаготовка, то есть, образование аэрозолей и контакт с, возможно, падшими животными. Собственно, работы по расчистке леса, по благоустройству леса. То есть, все, что может затрагивать какой-либо механизм, путь реализации. Для профилактики, опять же, вакцина живая, отечественного производства. Она применяется накожно или внутрикожно, применяется она однократно. Иммунитет после вакцинации где-то 5 лет. Соответственно, ревакцинация, опять же, так же, как с лихорадкой КУ, по аналогии тем, кто стал отрицательным иммунологически. И не применяется вакцина у лиц, которые были больны тулеремией ранее. Спасибо за внимание. Профилактику эксодово-клещевого барлиоза мы обсудим в следующем докладе. Продолжение следует...